МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Доброго дня! Замечательный день сегодня. От души мы поздравляем всех работников культуры с вашим профессиональным праздником. Но, несмотря на это, хотя, конечно, мы будем держаться в рамках культуры и считаем себя причастными к нашей многонациональной культуре, тем не менее у нас сегодня совершенно пестрая вереница гостей перед вами пройдет, я надеюсь на это. Но неизменным будут две рубрики. Вкусная и о медицине. О здоровье. О чем будем говорить в этой рубрике? Сегодня в нашей рубрике «Ваш доктор» мы затронем орган такой, желчный пузырь. И рассмотрим вопросы, касающиеся камня образования в нем. Ух ты! Будет очень интересно. Будем искать, видимо. Ну, а в рубрике «Вкусная шкатулка». Ну, а мы сегодня будем готовить экспромтом. Это когда гости на пороге, а ты ничего не успеваешь или пришел только что с работы. Ой, как знакомо! Я покажу вам, что нужно приготовить. Спасибо. Заранее уже очень вкусно мне, уже в предвкушении. Надеюсь, что и вы тоже. Доброго дня начинаем. Я рада пригласить уже в нашу студию первого гостя. Это будет человек, руководитель группы офисов управления розничного бизнеса Департамента розничного бизнеса «Алмастер Генбанк» Оксана Березина. Прошу вас, ничего не стесняйтесь и не бойтесь. Ну что? Здравствуйте. Ну, как человек, руководящий таким ответственным отделом, вы наверняка знаете, что же для нас готовит «Алмастер Генбанк». Так, ну «Алмастер Генбанк» в этом году подготовил очень много разных вкусных предложений, разных акций. То есть сейчас, например, у нас проходит акция для наших милых дам. У нас есть весеннее предложение. Любая женщина, независимо от того, является ли она нашим зарплатным клиентом, может получить кредит по сниженной тарифной ставке. Также у нас сейчас проходят акции для сотрудников медучреждений. Очень интересно. Тоже независимо от того, является ли сотрудник медучреждений нашим зарплатным клиентом, он может подойти в офис и получить кредит по сниженной тарифной ставке. А это касается только кредитов или ипотеки тоже? По ипотеке у нас как раз-таки тоже будут внедрены акции. Хочу сразу рассказать нашим телезрителям. У нас планируется день открытых дверей, который будет проходить 6 апреля. А по адресу Ленина, 22, с 10 до 6 часов вечера, банк подготовил специальные предложения. Можно будет получить бесплатную консультацию от ведущих застройщиков и подрядных организаций. Поэтому всех ждем. Очень приятно. Ну а чтобы стать участником зарплатного проекта вашего, что нужно сделать для этого? Для этого заключается договор с организацией. Также у нас есть индивидуальный зарплатный проект. То есть независимо от того, ваша организация изъявила желание стать нашим зарплатным проектом, либо нет. Сотрудник организации, если ему нравится наш банк, может подойти к нам в офис, либо мы можем организовать выезд персонального менеджера для заключения соглашения. Ну то есть сейчас же какая-то поправка в законодательство есть, да? То есть я могу, независимо от того, как решила организация, выбрать любой понравившийся мне банк. Это может быть и ваш банк в том числе. Да, да, конечно. И моя зарплата будет поступать через вашу карточку. Да. И в таком случае меня ожидают какие-то акции и плюшки. Бонусы какие-то, наверное. Да, но у нас акции проводятся не только для зарплатных клиентов. Безусловно, у нас для зарплатников есть постоянные какие-то бонусные акции, да? Зарплатные карты у нас могут быть с кэшбэком, могут быть карты с начислением миль. Также мы выпускаем карты МИР для бюджетных организаций. А можно вопрос такой животрепещущий по ипотеке? Когда-то, несколько лет назад, у вас была такая хорошая программа ипотечная. Помните, когда люди стояли в очереди ночами, там караулили возле МФЦ, по-моему, это было, да? Ну, вполне возможно. Это и было. Я в Алмаз-Сергейн-Банке не так давно работаю, поэтому какие-то моменты могла упустить. Но в любом случае, если вам нужна подробная консультация по ипотеке, вы можете обращаться в любой офис нашего банка. На Ленина 22 у нас как раз-таки и размещается ипотечный отдел. Можно будет туда либо позвонить, либо подойти самостоятельно. И вы можете ко мне обратиться. Сурово, строго подходите к зарплату. Прошу, мне вот как врачу очень интересно, вот какой кредит для врачей, вот вы сказали, что для медработников связанное, да? Максимальный кредит там, и так далее. Но для зарплатников у нас максимальный лимит до полтора миллиона. Для врачей тоже получается? Для врачей они и также некоторые больницы, медучреждения являются нашими зарплатными проектами. А если я не у вас получаю зарплату, я же могу как тоже медработник? Да, как медработник вы можете подойти, получить кредит по сниженной процентной ставке, ну и в дальнейшем, может быть, перейдете к нам в зарплатные клиенты. То есть тебе нужно тоже идти на консультацию и уже все выспрашивать подробно. А я хотела спросить, как строго вы подходите вот именно к зарплатам, вот этим моментам? Потому что у людей всегда два вопроса обычные. Это слишком много кредитов и не дают кредитов. Вот как в этом плане люди, которые говорят, нам не дают кредит, чем это может быть обусловлено? Да. Но всегда делается расчет, то есть расчет заработной платы. Вполне возможно, человек уже полностью закредитован, что дополнительный лимит, но мы никак не можем рассчитать. Также учитываются и ждивенцы и так далее. Но у нас в любом случае есть и кредиты с заемщиками, с поручителями. Поэтому все-таки какой-то выход можно найти в этой ситуации. С залогом тоже есть? С залогом тоже есть. А с районами работаете, да? У нас по республике почти в каждом регионе есть наше представительство, то есть дополнительные офисы. И эти акции тоже на все распространяются. А вот эта программа «Простые решения» для женщин. Там мы к вам приходим с документами. И потом в течение какого времени можно получить? В течение, ну максимальная заявка рассматривается около трех рабочих дней. Ну это максимальный срок, как правило, это происходит намного быстрее. В течение двух лет. А могут ли со заемщиками выступать, допустим, члены одной ассоциации какой-то? То есть они не родственники друг друга, но девушки объединились на фоне какой-то идеи, хотят претворить ее в жизнь, вести какой-то бизнес, там 2-3 человека. Создали ООО. Могут ли они как со заемщиками друг друга выступать? Вы имеете в виду кредиты для малого-среднего предпринимательства, да? Ну там есть свои правила и законы. Я руководитель розничного подразделения, поэтому могу в чем-то ошибиться. По конкретным вопросам, которые интересуют вас, лучше обратиться, конечно же, в отдел малого-среднего предпринимательства по кредитованию. Мы в этом году вошли в 70 банков, которые выбрал Минэкономразвитие России по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. До 2024 года предприниматели смогут получить кредит по ставке 8,5% до 1 миллиарда рублей сроком до 10 лет на инвестиционные цели и на оборотные цели до 100 миллионов сроком до 3 лет. У него очень интересно, вот сниженная процентная ставка для кредита, для кредита это примерно сколько можете? О, 10,5. Круто, как ипотека получается, да, все равно? Да. А срок кредитования какой? Минимальный, например, какой? Минимальный, максимальный? Ну до полугода. До полугода, до 5 лет. А возраст какой должен быть? Самый максимальный, когда можно... Вот как раз таки у нас также есть продукты для пенсионеров. У нас вообще продукты рассчитаны на разные категории клиентов, то есть у нас есть и для зарплатников, и для пенсионеров, и для студентов, и для женщин, да. И для мужчин, наверное, отдельно, да. Ну есть в планах акции, но мы посмотрим, как разработать. То есть задумки уже у нас есть как раз таки для мужчин. Начинается сезон охоты и так далее. А почему именно к женщинам такой вот? Ну это, наверное, март, весеннее настроение, как бы все женщины у нас расцветают с весной, поэтому решили сделать вот такую вот акцию. Подарочек, да? Да. А как у вас отмечаются праздники? Интересно стало посмотреть на банк изнутри. Ну я честно скажу, еще праздники не отмечала совместно с Алмаза Сергеевым банком, так как сравнительно недавно там работаю. Но вообще корпоративная внутренняя культура банка, она замечательная. То есть я постоянно слежу там по Инстаграм, и ребята рассказывали, я являлась сторонним партнером банка, то есть с ними работаю уже там почти два года. Ребята все просто замечательные, мероприятия у них постоянно проводятся, ну очень сплоченная команда. Здорово. Благотворительностью занимаетесь? Да, благотворительностью также занимаются. Конкретно вот в моем подразделении есть даже сотрудники, которые вот недавно, вот Михайлова Александра у нас есть, которая занимается благотворительностью, ей вот недавно ребята прислали клубнику. Я так поняла, что они сами ее там где-то выращивают. Вот это да. Ну наверняка у вас есть соревнования среди работников. А сегодня день работника культуры. Работники культуры же тоже являются вашими клиентами? Какие-то для них предусмотрены программы, акции? Ну для женщин. Там же женщины работают для женщин. Понятно. Ну и наверняка есть еще какие-то у вас пожелания, которые стоит высказать. Например, частенько люди, приходящие в банк или боящиеся к вам идти, вы, какая-то инструкция, конечно, поведение имеется, но если вы ее не озвучите, она, наверное, никогда людей не узнает, как же себя вести так, чтобы в банке, придя в банк, достичь всех целей. Ну, в первую очередь, конечно же, наши сотрудники должны работать с клиентами. Это сервисное обслуживание, да. То есть клиенты, которые приходят к нам в банк, мы стараемся обслужить каждого так, чтобы он запомнил только хорошие впечатления о самом банке и о самом сотруднике. Потому что наши сотрудники, это как раз-таки лицо банка, которое представляет нас. Поэтому мы стараемся их обучить по полной программе. Понятно. Есть ли какие-то моменты, допустим, неправильного поведения? Вы же все-таки организация какая-то такая официальная. Соответственно, люди немножко боятся, заранее боятся отказа. И вот уже это недовольное выражение на лице. Может ли оно отпугнуть вас? Вы имеете в виду с клиентами, да, когда сотрудник работает? Нет, ну, к каждому клиенту должен быть индивидуальный подход. То есть все мы люди, все мы, у нас есть определенные эмоции, правильно? То есть я могу прийти в банк с плохим настроением, соответственно, это плохое настроение, все там на сотрудника вылить, правильно? Бывает и такое. Для этого наших сотрудников и учат стрессоустойчивости. Вот, например, человек взял кредит, и какая-то у него жизненная ситуация произошла, что он не может на данный момент выплачивать. В этой ситуации у вас тоже какая-то что-то предусмотрено, да? Можно сделать реструктуризацию кредита. У вас тоже есть такое, да? Да, то есть есть определенные продукты для клиентов, у которых возникают какие-то сложности. На встречу идете, получается? Да, ну, в принципе, да. Но это все банки, они... Не боятся брать кредиты, если что-то очень хочется. Ну, в любом случае заемщик должен понимать свою ответственность перед банком, да, что он берет все-таки кредитные средства банка, это не благотворительная организация. Поэтому здесь тоже нужно понимать свою ответственность. Как раз-таки здесь можно и затронуть тему страхования. То есть у нас большинство клиентов, мы что делаем? Мы отказываемся, потому что не хотим переплачивать. А на самом деле это финансовая подушка безопасности на будущее. Спасибо вам большое за то, что в наше время пришли к нам и рассказали более подробно о тех инструментах, которых нам стоит ждать от Алмаза Генбанка. Мы встретимся через две минутки. Подчас многие люди фонтанируют буквально идеями и кажутся со стороны как чудесно, как прекрасно. Но как проверить идею на живучесть? Выживет она или погибнет в бурном море страстей? Об этом нам сейчас расскажет специалист в рубрике «Все дело в людях». Здравствуйте! Я так раздерялась, смотрелась на наших ведущих. Всем привет! Снова я с вами. И сегодня действительно будем говорить о том, что нужно делать для того, чтобы проверить идею на живучесть. Буквально вчера вечером сама делала такой мини для себя собственный мозговой штурм. Но скорее расскажу про то, как это делать с кем-нибудь другим, как это делать с коллективом и так далее. Итак, у вас родилась идея. И вы хотите понять вообще, надо с ней что-то делать, делать с ней что-то или нет. Или, допустим, у вас какой-то затык. То есть вы понимаете, что вы куда двигаетесь, но вдруг не туда и так далее и тому подобное. Здесь очень помогают всякие методы мозговых штурмов. Но я вам хочу рассказать сегодня именно про тот метод, который называется метод Волта Диснея. Давайте. Либо Диснея, не знаю уж как правильно говорится. Дело в том, что есть такая легенда, что у него даже сотрудники сидели на разных этажах, и каждый этаж выполнял свою определенную функцию. Поэтому существуют следующие варианты. Традиционно у меня есть такая замечательная штука под названием доска. Сегодня я буду рисовать разными маркерами. Итак, когда у нас есть какая-то определенная идея, и мы хотим ее проверить на живучесть, то нам нужно сначала эти идеи или эту идею, или эти идеи, в зависимости от того, какая задача, раскидать. Вообще накидать надо ее. И вся проблема, почему иногда это не получается сделать, и почему иногда мы не доходим до некого решения или некого плана, мы начинаем сразу на первом этапе говорить, не, нифига, это не получится. И отсюда вывод. Голл Дисней сделал вот таких три этажа, условно этажа, или три таких сектора, в которых идея проверяется на разные варианты. И первая, первый сектор называется мечтатель. 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 Представьте, что вы мечтаете. Как если бы у вас были все ресурсы, все возможности, было бы куча денег, я не знаю, куча людей. Что бы вы делали, и как бы это выглядело? Так у меня, извиняюсь, тетрадь не вместит. Замечательно, Оль. Но учитывая, что это не в целом мы сидим и мечтаем про свою жизнь, а все-таки мы как-то целенаправленно, у нас есть, обязательно перед этим есть задача какая-то, которую мы хотим решить, да? Тогда мы начинаем накидывать такие вот мечтательные идеи и так далее, и так далее. После этого у нас идет следующая история, которая называется критик. О, критик убивает все мои мечты. Да, мы берем вот эти все замечательные идеи и начинаем их подвергать критике, и смотреть, что получится, чего не получится и так далее и тому подобное. Знакомо. Да? То есть вылучиваем оттуда то, что действительно, ну, прям из разряда фантастики. Рассматриваем со всех сторон. После этого у нас включается реалист. И самое интересное, что здесь может быть вот такая история, а может быть вот такая история, а может быть история, которая вот ходит туда-сюда, туда-сюда. И вся сложность, скажем так, выполнения этого инструмента заключается в том, что необходимо находиться ровно в той роли, в которой ты находишься. Я нескольким компаниям проводила вот такой мозговой штурм по Волоту Дисней, всегда найдется человек, который говорит, что подожди. И каждый раз ты говоришь, подождите, у вас будет время, когда вы выскажете. Да, когда все это делали. И потом мне очень нравилось, участники сами говорят, так, стоп, да, сейчас же другая роль. Так сами себя останавливали по этому поводу. И когда мы вот эти вот наши мечты проводим через вот эти вот остальных два сектора, у нас получаются некие действительно реальные, выполнимые абсолютно задачи, которые мы можем реализовать. Жизнь. Да. И именно этим способом очень хорошо вот эту идею на живучесть проверять, потому что иногда ты смотришь, загорелся, где-то идею какую-то увидел, у кого-то с кем-то там пообщался, и ты прям, ну все, здорово, я тоже это сделаю, и это будет так здорово. Потом ты начинаешь с реальной жизнью сталкиваться, и оказывается, что, да. Не совсем и здорово. Не совсем и здорово, потому что смотрите, что делает критик. Критик на самом деле учитывает риски и те ограничения, которые, да. При этом, если мы начинаем сразу отсюда, ну тут, собственно, все, на этом и заканчивается, потому что вообще абсолютно ничего нереально, сделать ничего невозможно. Если мы дадим возможность только реалисту, то не хватает той спонтанности мечтателя, который позволит какие-то условно-бредовые идеи воплотить в жизнь. Потому что на самом деле, если мы с вами посмотрим с точки зрения различных идей, то, наверное, в самом зерне они, наверное, чаще всего бредовыми такими выглядят. Да, господи, это никому не нужно. Да, потом ты пропускаешь, выясняется, что нужно. Просто вопрос, кому мы это предлагали и как мы это делали. Вот такое вот хотел вам сегодня рассказать. А реалист может критика заменить? Еще раз? Реалист бывает, заменяет критика. Или тогда он нереалист? Как определить эти критерии? Реалист или критик сейчас? Критик, спасибо, Оля, замечательный вопрос. Критик это тот, который вот прям максимально докапывается, докапывается, докапывается до сути. То есть он эту идею смотрит не с точки зрения реализации, а с точки зрения живучести вообще. Он же трезво смотрит. Нет. Не всегда. В том-то и дело. Немножко пессимистично, наверное. Он пессимистично и с точки зрения провала, наверное, да? Да, с точки зрения, вот где риски, которые есть. И он, несмотря на это, он нам на самом деле очень нужен. Вот этот нам, господин, нужен. Потому что в конце концов, когда мы берем какую-то замечательную идею, вот представьте себе, взяли замечательную, реалист так посмотрел, сказал, ну да, реально, отлично. Давайте будем ее воплощать. Что у нас дальше происходит? И начал рассматривать ее со всех сторон. И мы уходим вот сюда и начинаем рассматривать ее со всех сторон. И выясняется, что да, она классная, замечательная и выполнимая, но при таких-то, таких-то условиях, таких-то, таких-то обстоятельствах. Которые невыполнимы. Которые вполне, возможно, выполнимы. Тогда рождается план Б, С и так далее, и тому подобное. И тогда у нас есть вариант. Но разве может человек в рамках своего, так сказать, мозга, своего сознания действительно проверить идею на живучесть? Отлично, Оль, спасибо огромное за этот вопрос. Именно поэтому это желательно делать с кем-то. Вот, я тоже думаю. Это честно вам. Особенно если мы касаемо компании или касаемо коллектива, то тут вопрос даже не специалиста, которого вы со стороны позовете. Хотя я вам хочу сказать, что именно специалисты со стороны, они чистые. И они что могут? Увидеть то, чего не могут увидеть своих собственных. Ну, просто потому что мы здесь живем, и уже какие-то моменты мы просто не видим. Поэтому в этом смысле нужен человек, который эту функцию, эту роль будет выполнять. И самое главное, вот именно в этом инструменте, который будет удерживать всех на месте. Но тогда нужно, чтобы человек умел на себя примерить и мечтательную, так сказать, личину, и реалистичную, и критичную. А большинство людей все равно как-то в одну масочку. Либо мечтатель, либо критик обычно бывает. Реалистов не бывает. Слушайте, вы вообще супер, спасибо вам за эти вопросы. Итак, еще для того, чтобы вот это вот реализовать... Не шепчите. Еще для того, чтобы вот это реализовать, нужно сделать это еще и физически. Ух ты. То есть мы физически, условно, аудиторию, если мы говорим про коллектив, делим на зоны. Зона мечтателя, зона реалиста и зона критика. И когда человек физически в эти зоны помещается, то тогда становится примерять роль легче. Понятно, что, Оль, мы не берем человека, который пришли, 20 человек, и сказать, так, сегодня здесь мечтатель, здесь реалист, здесь никто ничего не понял. Понятно, что это предварительно делается работа, объясняется и так далее и тому подобное, для того, чтобы человек действительно включился во всю эту историю. Там еще на уровне постановки задачи очень много, потому что я помню свой первый такой мозговый штурм. Мы полчаса бодались, потому что выяснили, что один термин люди вкладывали... Понимают по-разному. ...разные понятия. Мока мы это не уяснили, мы не смогли вообще двигаться. Только мы это уяснили, там на 5 лет мы стратегию написали компанией, которая, кстати, реализовалась. А мне вот интересно, к какому типу относите вы себя больше? Ой, я критик. Да? Да. Я такой мечтательный критик. Депрессивный оптимист, я так на себя говорю. Потому что... Ты знаете, это про реализм скорее. На самом деле и там, и там, и там. Вот честно. Как вот мечта есть, все я как реалист, все рассмотрела и как начать действовать. Это был вопрос у меня постоянно. Как критик ты не рассмотрела? Ну, рассмотрела как критик тоже. И что делать? Хороший вопрос. Вы мне задали, вот мне не хватает информации. Значит, ты и реалист, и критик. Ну, а как вот здесь? Ну, в любом случае. Мы, конечно, оцениваем. Ты план накидала вообще? Отлично. Мы же делаем для чего мозговой шторм? Не просто для того, чтобы там прям подумать, да, ну да, это работает. Или там, ну да, мы этим будем заниматься. А еще для того, чтобы план написать. Поэтому, чтобы начать действовать, нужно понять, чего мы хотим. Чтобы понять, чего мы хотим, нужно сначала создать эту штуку. А потом выходить на план. Кто нам может помочь? Что нужно сделать? И так далее. Так что начать действовать нужно так вот прям, встать и пойти. Все. И начать действовать. Очень интересно, да? Очень интересно. Алёна, а с чем вы к нам придёте на следующую уже беседу? Потому что время нашей рубрики подходит к концу. Можно проанонсировать уже тему следующей передачи. Или своё любимое занятие. Проанонсировать своё любимое занятие? Да, потому что я знаю, что у вас новое занятие появилось, которое стоит любимым. А, да, проанонсировать. Друзья, я продолжаю вам рассказ про свою онлайн-школу по продажам. Присоединяйтесь, у нас уже первый поток сейчас идёт. Отзывы весьма положительные. Поэтому приходите, буду очень рада, если вы поучитесь в моей онлайн-школе по продажам. Там много для вас будет интересного. Спасибо большое. Спасибо вам. И до встречи в эфире. Спасибо. Бегу. Мы готовы уже принять в нашей студии следующего гостя. Очень красивая девушка появляется. И может уже заходить, заходите, заходите. Это Варвара Филиппова, это модельер, преподаватель кафедры дизайна и ДПИ народов Арктики, АГИКИ. Варвара, с чем вы к нам пришли? Вот это вот всё, это что у вас? Это всё я привезла награды из Италии, из Вероны. Якутию представили Арктический институт культуры и искусств. Вместе с ансамблем студенческим Ар Артык мы выехали в Верону для того, чтобы показать нашу культуру, принять участие в фестивале, в карнавале, который проходит ежегодно в Вероне, в Венеции. Программа у нас была очень насыщена. Когда проходило мероприятие? Это было в начале марта, в первых числах марта, три насыщенных дня. Мы участвовали в карнавале в Вероне, это самый первый исторический фестиваль, который есть в Италии. Наша делегация из Якутии возглавляла колонну. Это же первый раз, по-моему, в жизни вообще. Да, колонна русского дома в Италии. И это, конечно, было очень гордо, красочно. Вся Верона, то есть миллионы зрителей, все видели наши костюмы. Вот, да, представлены фотографии. Также мы выступили в Венеции на площади Сан-Марко. Это площадь, самое главное, в Италии, можно так сказать. Ребята выступили с танцем чукотским. Ну и также я представила свою коллекцию. То есть мы в полном объеме. Наша культура выступила на венецианском карнавале. Это тоже было очень такое, очень масштабное мероприятие. Даже вот бейджик остался настоящий. Буду хранить. Да, это, конечно, на память большую, да. Похвастайте, какие вы награды привезли с собой? Также, да, потом прошел конкретно конкурс костюмов народов России. Он проходит уже пятый год. Ворачивайте к нам. Да, моя коллекция заняла первое место. Поздравляю. Спасибо. В номинации «Исторический костюм». Вы разрешите? Да, пожалуйста. Также ребята из ансамбля «Ар-Артык» нашего студенческого арктического института заняли первое место в номинации «Танец и костюм». Сразили всех на повал. И вот об этом вы нам расскажете чуточку почву. Прервемся ненадолго. Мы возвращаемся в студию. Я держу в руках грамоту, которую нам показала наша гостья Варвара Филиппова. И грамота эта была получена буквально в начале марта. Еще раз скажите, пожалуйста, что это у нас. Ну, это грамота за мою коллекцию «Северная история». Она с национальным колоритом. И в номинации «Исторический костюм». Также вот такая у меня награда. Табличка. Это красиво, да? Да. Если хотите, можете посмотреть. Также, конечно, мне вручили благодарственное письмо за благодарность за высокий уровень подготовки участников и поддержание позитивно имиджа России за рубежом. Не только республики, но и России был поднят имидж. Также благодаря нашей делегации, ребятам, которые заняли первое место, очень ярко выступали, красиво, с такой душой ансамбль «Ар-Артык Арктического института культуры и искусств». Вот сейчас показывают коллекцию мою, которая на фестивале была представлена. Это вы со студентами ездили со своими? Да, мы со студентами, да, Арктического института. Я как преподаватель кафедры дизайна, а ребята есть. Там зрители были. Да, зрители были. Как вас очень, наверное, понравилось. Вообще, да, итальянцы, конечно, мало чего знают о Якутии, поэтому я считаю, такие поездки, они нужны. И действительно несут положительный имидж и привлекают, интересуются в первую очередь культурой. И это, конечно же, может в дальнейшем привлечь и наше развитие креативного кластера, и туризм в том числе. А итальянки не заинтересовались платьями, не хотели что-нибудь приобрести? Ну, итальянки сами, они очень консервативные, но они очень интересуются культурой. Им это все очень интересно. Они, я думаю, те же дома моды вдохновляются нами. И можно даже посмотреть последние тенденции высокой моды. Они все тоже очень направлены на много этнических моментов, северных моментов. Как вот возникла идея поехать? Вообще, наша делегация поехала по приглашению Ирины Владимировны Крутиковой, которая приезжала сюда на зима начинается с Якутии фестиваль. Она была у нас в институте. И, конечно, очень вдохновилась вообще костюмами, культурой, ансамблем. И пригласила, чтобы мы представили именно республику на этом фестивале. Что мы должны, чтобы люди нас видели, знали. Потому что, на самом деле, у нас много чего тут происходит. У нас очень много таких ярких артистов. Но, к сожалению, мало кто знает об этом. А кроме нашей делегации из России больше никого? Из России были, да. Подмосква, Подмосковье. Также разные регионы России. Понятно. Но такие связи культурные очень важны? Конечно, очень важны. И они всегда несут очень позитивный, положительный результат для развития. В том числе и студентов. Их кругозор открывается. Они видят, чем живут люди. Студенты сейчас, наверное, вдохновлены до этого. Студенты очень вдохновлены. Они уже прямо горят желанием поехать и на следующий год. Куда сюда? Их тоже. Вот мы на площади Сан-Марко с ребятами. Конечно же, у нас флаг республики, Арктического института. Это вот на главной площади Сан-Марко с девочками. Это же очень круто, что кто-то о вас узнал. Да, и вот это вот уже нас нагрозили. Наша делегация очень-очень ярко выступила. Из пяти номинаций мы взяли три номинации. Также у нас девочка Анна Фролова заняла второе место в номинации «Образ Джульетты». Она очень так красиво и трепетно создала образ такой северной Джульетты. Ну, очень вдохновились зрители. Ну, жюри было не итальянское в своей основной массе. А что больше всего впечатлило? Что больше всего впечатлило, оставило прям? Уже не как участников, а как человек, как япотеат. Ну, само действие позитивное, карнавалом мы два раза, да. То есть приняли участие в двух карнавалах таких масштабных, мирового уровня. Энергетика, наверное. Энергетика, конечно, зашкаливала. На площади Сан-Марко просто не было яблока упасть никуда. То есть там тоже есть фотографии, где вся-вся площадь, она вся в людях. То есть эти люди, они все снимали, они все видели. То есть таким образом, да, это вот масштабируется наша культура. Какие у вас творческие планы на ближайшее время? Что вы с студентами решили придумать? Ну, планов очень много. В Арктическом институте жизнь кипит. У нас очень много выставок, мероприятий. Также сейчас будет производиться набор на кафедру дизайна, дизайн костюма. В частности, я буду набирать. Так что студенты, кто желает, приходите. Всегда мы вам рады. И могут попасть на фестиваль, да. Да, и таким образом могут тоже создавать коллекции, попадать на фестиваль. Также мы очень насыщенную программу провели в Москве пока были. Ну, так как необходима была виза, и нам пришлось неделю быть в Москве. Какое-то время были в Москве. Мы тоже провели ее не просто так. У нас был мастер-класс с Зурабом Церетели. Ух ты! Да, прямо в мастерских. Мы рядом с ним писали работы. То есть это тоже очень-очень позитивно и положительно повлияло на ребят. И вообще прикоснуться с культурой такого мастера, конечно, дорогого стоит. Мы вас от души поздравляем с Днём работника культуры нашей страны. Благодарю, да. И благодарим, конечно, вас за то, что вы делаете, за то, что вы культуру пропагандируете еще и за пределами нашей страны. Спасибо вам большое. Ну, а мы уже готовы перейти к следующей рубрике. Мы поговорим теперь о здоровье. Сделаем это прямо сейчас в рубрике «Ваш доктор». Как я уже говорила, сегодня мы будем говорить о заболеваниях желчного пузыря, в частности, о конкрементах в них. Что такое конкремент, девочки, вы знаете? Не знаю, мне после темы работников культуры очень сложно переключиться. Это просто лишь камень в желчном пузыре. Как вы знаете, желчный пузырь – это орган, который располагается в правом подреберье, в своем ложе на печени, на поверхности печени, да, и выступает мешочком для того, чтобы там собиралась желчь. Ну, мы не знаем, понимаешь? Не знаем. Девочки. Так вот, печень у нас вырабатывает желчь, которая у нас служит для того, чтобы переваривать жиры, эмульгации жиров, да. Желчь у нас, она накапливается в желчном пузыре, и если у вас какие-то проблемы, есть какие-то воспалительные изменения, например, холецистит, какие-то перегибы, дискинезия желчных путей, то у вас могут образовываться камни. Что странно, да? Камни у нас образуются у женщин старше 40 лет. После 40 начинают образовываться? А до этого не образовываются? Ну, потому что питание такое, повышенное содержание холестерина, это все ведет к образованию камней, да. Сначала желчь, она сгущается. Как понять-то, что она сгустилась? Ну, это у нас протекает все бессимптомно. Да еще и бессимптомно. Это протекает бессимптомно, да. По наличию, то, что у вас есть камень в желчном пузыре, вы можете узнать лишь пройдя УЗИ. На рентгене холестериновые камни, они рентген негативные, то есть их не видно. Желчных камней на рентгене, если они холестериновые, их не видно. Существует разновидность желчных камней, да? В основном это холестериновые камни. В основном? Да, в основном. Но бывают и? Бывают еще и звездковые камни, то есть основой тут выступает кальций, а также бывают пигментные камни. Это про разрушение терроцитов, то есть билирубиновые камни, да? Но в основном бывают смешанные в 80% случаев, то есть органические. Немножко таких, немножко таких, да? Так вот, как вы узнаете, что у вас есть камень? Да. Говорят, это очень болезненно, когда они начинают двигаться. Да. Если, например, вы прошли УЗИ, врач УЗИ сказал вам, что у вас камень маленький, их очень много. Это очень плохо. Ах! Хуже, чем если там был бы большой камень, потому что маленькие камни, они что делают? Закупоривают вашу протоку. А большой разве нет? Нет, потому что он туда не пройдет. Проток у вас максимум, она 0,7 мм получается. Да, если камень там сантиметрию больше, она просто не пройдет. Закупорит? Или он не катается там вообще? Так, что же делать, да, если у вас обнаружили камень? Что вы делаете? Идете на консультацию гастроэнтерологу и хирургу, который уже решает, делать вам вибрацию или не делать. А нельзя их как-то так рассосать и сами? Вот да, хороший вопрос. Можете попробовать рассосать камни. Если они у вас меньше сантиметра, их не более там двух штук получается, да? Если они еще мягкие, не закальцинированные, то вы можете применять препарат урсодезоксихолиевой кислоты. Все врач скажет, да, по УЗИ, я так понимаю? Да. Если у вас очень твердый камень, то она как бы закальцинируется и дает эхотень на УЗИ. А, и УЗИ все покажет? Да, все покажет. Но какие там камни, холестериновые, либо там известковые, это все по УЗИ не определяет. Это уже в случае, если вам уже желчный вырезали, оттуда камень достали, только тогда могут сказать. Прости, дорогая, но нам же хочется до этого не доводить. Расскажи, как не довести, как понять, какие они? Ну, чтоб не доводить этого, да? Причиной у нас является то, что у вас могут, у вашей матери, например, или отца, у вас могут быть камень. Да, если у вас наследство такое есть, то вы должны обязательно соблюдать, как все сюда приходящие нам врачи говорят, правильное питание обязательно. И все. Да? Да. Как хорошо сказала. Соблюдайте только правильное питание, низкохолестериновая диета и так далее. Не ешьте жирного, да? Да, не ешьте жирного, ничего такого. Подожди, ты только что сказала кальцинирование, то есть творожок, там йогурт и всякие. Нет, это все не влияет. Не влияет? Да. Просто если камень очень долго лежит, он консернируется просто. Сам по себе? Да. Так вот, что еще хотели спросить девочки? И сколько камней может образоваться там? Камни вообще могут быть от одной штуки. Да все они тебя заполнить могут. Может заполнить весь желчный пузырь. Поэтому желчный пузырь у вас отключается. И это вы узнаете только на УЗИ. Я... Да, какие симптомы? Ну, симптомы, они протекают все очень бессимптомно. Поэтому только на УЗИ узнают, что у меня есть камень, так удивляются. Просто иногда могут быть там тяжесть в правом подреберье, так как признак острого холецистита может быть, могут быть тошнота, рвота и так далее. Могут там болеть какие-то другие органы при этом? Нет. Только тяжесть. Ну, если у вас печеночная или желчная колика, то у вас это могут отдавать в правое подреберье, в правую лопатку, в правую руку даже могут отдавать. Они у каждого человека могут быть, да? Ну, у каждого человека. Но не каждый узнает об этом. Ну, вот я говорю, для профилактики, наверное, нужно. Даже в медицине набывают камни, что очень странно, да? А так они не выводятся сами? Не растворяются разве? Нет, конечно. Почему ты так говоришь? Даже в почках они вроде как растворяют, их можно там. В почках, кстати, камень очень хорошо растворяет. Что, девочки? Не знаю. Но я в этом не скажу. Ладно, потом. Это на ТВ говорить нельзя, наверное. Ну, хорошо, потом скажешь нам. А разве для желчного пузыря нет такого универсального? Ну, вот я же говорю, можно применять препарат урсодезоксихолиевой кислоты, который вам назначит врач гастроэнтеролога. То есть, в принципе, можно. Да, а также есть ударно-волновая литотрепсия. Ну, то есть, дробление камней. Очень хорошо. И они выйдут, да? Да. Ну, это очень тоже имеется там противопоказания. Показания тоже, если там камни маленькие и так далее. Лучше идти на оперативное лечение, а можно их вообще не трогать. Всю жизнь можно с этим камнем жить. Если дискомфорт, это не доставляет. Вот это да. Ну, что, спасибо тебе за такую важную информацию. Я надеюсь, что за эфиром нам наш врач расскажет гораздо больше. А мы вернемся в студию через две минуты. Спонсор передачи «Город женщин» – акционерный коммерческий банк «Алмаз Рогенбанк». Простое решение для милых дам. Ведь «Алмаз Рогенбанк» подготовил специальное предложение для всех прекрасных дам. С 1 по 31 марта этого года можно оформить кредит простые решения по сниженной процентной ставке. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 134 22. В офисах банка, а также на сайте allbank.ru в разделе «Кредитование». Ну, а у нас с вами самая вкусная часть нашей программы, и это «Шкатулка вкусных рецептов». Добрый день, и снова с вами рубрика «Шкатулка вкусных рецептов». Я ее ведущая Ирина Дегтярева, и сегодня мы будем готовить с вами экспромтом. Я принесла с собой вафельницу, и предлагаю девочке с вами поговорить о чем-нибудь. Представим себя на кухне у себя дома, и будем разговаривать и печь вафли. Ну, ты говоришь, внезапные гости на пороге, да, Алина, у тебя есть какой-то такой дежурный рецепт быстренький? Да, у меня в морозилке всегда лежит готовое слоеное тесто. Покупной. Слоеное? Да. И быстренько что-нибудь, какой-нибудь пирог делаю. Здорово. Это очень быстро, можно сделать, ты права. Просто закатываем в слоеное тесто, получается, и в духовке уже все. Не, ну а начинку-то какую делаешь? Ну, я обычно делаю с курицей и с картошкой. Мелко то и другое. Да. Немножко майонезика помариновалась. А можно сделать вафли. Смотрите, берем сливочное масло растопленное. А можно мы подойдем поближе? Подходите. Все на глаз. Три яйца. Три яйца. Вот я все жду, когда она мне постные вафли сделает. Ведь прошу уже, не прошу, но нет. Постные это как? Без молока? Это с газировкой. Без яиц? Да, да, придумай. Придумай. Рецепт надо тогда придумать. В следующий раз. Назрела. Так, яйца мы положили. Так. Сливочное масло, яйца. Далее кладем... Что кладем? Сахар. Тоже на глаз. Я привыкла все делать на глаз. Так. Вафли, по-моему, самое такое... Ну, кроме оладий, конечно, да? Многие могут... Быстро. Оладушки печь. Перед приходом гостей, если торопятся, если времени нет, а мы будем делать вафли. Есть такая хорошая штука, как вафельница электрическая. И тесто очень простое, и приготовить его легко и быстро. Так. Так. Тесто у нас должно быть такое, ну, чуть гуще, чем на оладе, наверное. А миксером же можно, да? Да, можно и миксером. Преимущественно нужно. Но если мы торопимся, мы все делаем быстро и руками. А яблоки-то для чего приготовили? Для начинки, да? А яблоки для начинки. Можно сделать трубочки, закрутить из вафель. И внутрь положить любую начинку, в том числе яблоки. Яблоки. Яблоки нарезать, засыпать сахаром, корицей, что мы сейчас сделаем. Или вы можете мне помочь, девочки. Да. Полагай. Вот. Ты с удовольствием. Засыпь немножко сахаром. Чуть-чуть сахаром, чуть-чуть корицы. И чуть корицы. А пудра это не надо? Пока мы будем... Нет, пудру не надо. И пока мы будем делать вафли, у нас как раз яблоки станут такими сочными, мягкими. Могу, да? Да. Так, в это время мы включаем вафельницу. У вас есть вафельница? Сейчас очень много раз. Дома? Уже нет. Почему уже нет? Ты понимаешь, в процессе переездов она куда-то вот испарилась. Причем вафельницу мне моя подруга любимая давала еще вдобавок вторую. Опять не могу ее найти. Куда они все испаряются, я не знаю. Электрическая? Электрическая была, да. А у тебя, Алин. А до этого-то была та, которую, знаете, на плите под прессом надо было держать, потом вот так переворачивать. И это было достаточно сложно, и на огонь еще масло капало. Я обычно, когда делаю сахар, очень мало добавляю. Ну ты вообще должна уже правильного питания придерживаться. Вообще не должна сахара. Нам только что такие страсти про желчные пузыры сказала. Кстати, я хотела спросить, можно не по рубрике? Я как филолог спрашиваю, есть же такое выражение «желчный человек». Вот мне интересно, может ли это название человека идти от того, что у него проблемы с желчным пузырем? Да, кстати. Ну это может быть, конечно, да. В этом доля правды есть. Просто ты сказала, что бессистемна. Желчная по себе, она горечная такая. То есть какие-то выбросы случаются с желчью? Ну, конечно, это утрировано все. Ясно. Не к столу быть сказано. Понятно. Ну, а у нас тесто почти уже готово. Да, тесто у нас почти готово. Можно сказать, что готово. Так. Так, вафельница, наверное, у нас уже разогрелась. Что мы будем делать? Так, и будем делать вафли. Сегодня у нас все очень в таком режиме. Заметили, наверное, да? Ты знаешь, я... Хорошо вам, я бы сказала. Интересно, что Ира, имея в арсенале такие замечательную шкатулку своих вкусных рецептов, наверняка ведь имеет и кучу рецептов быстреньких. И мясных, и рыбных, и сладких. Это один из самых быстрых рецептов. Я думаю, что муки все-таки, наверное, добавим еще немножко. Вот это звуки у нас интересные. Да. Я хочу сказать, что весеннее настроение диктует нам не только принципы нашей кухни, о чем говорит наша Ира, но еще и привлекает нас к телевизору. Поскольку не за горами весна на НВК, приобретая магнит Хоррисхал, вы становитесь участником нашей акции. Что такое весна на НВК? Это красочное действие. И, может быть, именно вы станете обладателем призов от наших спонсоров. Это мотоцикл, беседка, сенокосилка, кухонный гарнитур, лодка, морозильник, портативный гараж, ювелирные украшения, сертификат на ружье МП-155, илинки Эбер, золотые украшения, круиз на линские столбы и многое другое от наших надежных партнеров и спонсоров. Все это ждет вас. Розыгрыш состоится 31 марта на каналах НВК Саха и Мамонт. Магнит Хоррисхал и купон для розыгрыша призов вы можете приобрести в здании НВК Саха на первом этаже, а также у общественных распространителей. Встречайте весну вместе с НВК Саха. Так, что у нас получается? Что-нибудь же уже? Сейчас мы будем делать блинчики. Сладкие, да, всегда? Да, я закручиваю. Я никогда не закручиваю. Ты не закручиваешь? Ты понимаешь, я люблю, чтобы они высохли, и я их вот так грызла, 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 грызла. Мне почему-то не получается хрустящее тесто, и я стремлюсь, чтобы они подсохли как можно больше. Ну вот такие вафли получаются в этой вафельнице. Я сегодня с утра успела сделать немножко. И вот такие вот можно выпекать в мультибекаре. Помните, как ты приносила с собой? У меня дочка сразу все съедает, что я не успеваю закручивать. Да, обычно все съедается быстро. Дети сметают, и ты не успеваешь закрутить. Но, насколько я помню, у меня вот проблема с хрустящестью теста. Как ее добиться, кстати? Тогда я буду закручивать. Больше сливочного масла, наверное, нужно. Его надо топить или не надо? Да, обязательно топить. Обязательно и сахару. Масло и сахар. Они же ломаются потом начинают. Ну, ты же хочешь хрустяще? Хочу. Ну вот. Ладно, все равно не буду закручивать тогда. Вафли вот такие можно с разными начинками же подавать. С рыбой, да, сверху ложить, класть. Ну, класть, да, смотря, что-то в тесто положено. Ну, если сахара не класть, то можно и несладкую начинку. А если с сахаром, то сверху можно украсить фруктами, ягодами, вареньем, да. Медом. И медом тоже. А вот бывают у вас какие-то непредвиденные ситуации? Были, вернее, можете вспомнить какой-нибудь случай, как вы из нее вышли? Очень быстро и без нервов. Да. Надо мне вспомнить. Нет, бывает, бывает. Потому что я частенько веду эфиры прямые на радио. И чего только не было за очень долгую нашу, мою историю. И лампочки взрывались, и звонили неадекватные люди в эфир. И в эфире происходило всякое, особенно когда приезжали. Это помню в начале 2000-х годов, московские гости. Но после 90-х дисциплина была у людей ослаблена, организмы тоже. И все в эфире могло происходить. Я всегда, почему я говорю, хорошо, что нас не видно, а только слышно. Да, и когда языки у гостей начинали заплетаться, мы понимали, что эфир подошел к концу. Всякое бывало. Что было и такое, что даже языки заплетались. И люди, которые могли себе это позволить, вы можете догадаться, кто это, потому что они... Ох, какой звук. Да. Потому что они позволяют себе до сих пор... Это у нас все в реальности. Прямой эфир. Но с тех пор прошло много времени, и ты знаешь, нестандартные ситуации, они все реже и реже случаются. Чаще всего это отключение аппаратуры, там какой-то внезапный затык. Ну и тогда в помощь тебе твой язык или, наоборот, отсутствие лишних слов. Все правильно. Все помогает. Алина, а у тебя были такие ситуации? Ну, я не могу сейчас вспомнить. Почему же? А вдруг... Ну, у нас всегда вот... Унезапный диагноз какой-нибудь, да? Человек пришел с кашлем, ушел с занозой. Отключение аппаратуры, да? Вот я полностью завишу от своего аппарата. Это моя лучшая подружка, получается. Если света нет, то, получается, прием закончен. А пациенты там ждут, да? И как ты выходишь из этой ситуации? Они же, наверное, возмущаются. Ну, я уже после рабочего дня звоню им и зову в свободное время. Я в рабочее уже. То есть ничего прямого периода нельзя. Потому что они очень долго ждут же, и все равно. Понятно. Видишь, у всех бывает, и у врачей в том числе. Ну что, я чувствую такой запах вкусный, что уже с трудом могу себя контролировать. По-моему, у нас тут немножечко напряжение такое слабенькое. Ничего, ты на это самое сделай, что имеет место быть. А то мы не успеем посмотреть. Вот такая вафля получилась. Ее можно свернуть, можно подавать так. Можно сверху выложить вот как раз-таки наши яблоки. Либо лучше, конечно, сделать эту трубочку. И подавать на стол. Можно кусочек меда туда еще залить кусочек. Можно сюда крем какой-то сделать, можно мороженое. Слушай, ну как здорово. Спасибо тебе большое за такие быстренькие. Ну что, наш день культуры прошел на ура. Хотя мы в основном говорили еще и о здоровье, и о вкусной пище. Не очень здоровой, но вкусной. Большое спасибо, девочки, за компанию. И вернемся мы к вам непременно, только ждите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова